Телеканал CBS показал видеографику возможного сбития российским Су-27 американского дрона над Черным морем. Напомню, это произошло вчера. Давайте посмотрим небольшой фрагмент. Российские самолеты часто атакуют американские дроны, совершающие рутинные полеты над Черным морем. Но такого, как в этот раз, ранее не случалось. Российский самолет подошел с тыла, выбрасывая топливо. Официальные лица США убеждены, он облетел дрон, и тот оказался в топливном облаке. Горючее попало в пропеллер, который находится в хвостовой части. Контроллеры дрона вышли из строя, и он упал в море. Топливо повредило винт, дрон больше не мог удерживаться на лету и потерял контроль управления. Это случилось в 75 милях к западу от Крымского полуострова, оккупированного Россией. Примерно за полчаса два российских самолета совершили 19 пассажей вокруг американского дрона, выбрасывая при этом топливо. В финальном подлете российский пилот зашел на второй круг, действуя очень непрофессионально. Ну и в то же время США приняли меры для того, чтобы сбитый беспилотник не попал в чужие руки, сообщила CNN. Как сказал изданию советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, подобные случаи бывали и ранее. Однако последний особенно отличился непрофессиональными, безрассудными и опасными действиями россиян. Советник добавил, что заявление россиян по ситуации в Украине и вокруг нее нужно воспринимать с большой долей скептицизма. Другими словами, если переводить с дипломатического, Олег, то мне кажется, что Джон Кирби сказал, ну ничего, Россия дурачок, надо его пожалеть. Тем не менее, судя по всему, вчерашние вот эти сушки с толкновением с беспилотником, скорее всего, Россия это и не скрывает, они хотели показать, что они господствуют на территории Черного моря и залетать, подлетать сюда, конечно же, никто не смеет. Вот мне интересно, а как такую позицию будут воспринимать в США и попробуют ли как раз эту ситуацию каким-то образом поменять, показать России, что нет, ты не главный на этой территории? Зачем показывать? Никто не заинтересован вообще ничего России показывать. Американцы будут действовать достаточно тихо и спокойно, точно так же, как и все остальные западные страны. Больше глупости, как сделать подобный шаг в перед день заседания Фармштайна, это, наверное, просто и ожидать не стоило. Я не знаю, что... Нет, конечно, есть вариант. То есть российская глупость, она безгранична. И я могу придумать еще десяток разных глупостей, которые могли сделать россияне. Но сделать именно это, именно в перед день, это, конечно, точно входит в этот шот-лист. Почему никто не будет показывать? Потому что на самом деле всем прекрасно понятно, что Россия этим шагом создавала картинку для внутренней аудитории, показать, что знать моська так сильна, что лает на слона. А с другой стороны, показать это странам, которые наблюдают и за ситуацией российско-украинской войны, которые не занимают позицию ни по одну сторону, баррикад, ни по другую. Причем, мне кажется, достаточно ошибочно их часто называют нейтральные страны. Ведь они не нейтральные, они безучастные. Нейтральность возможна, когда мы имеем дело конфликта двух сторон. А когда мы имеем дело с преступлением, с агрессией, не с территориальным спором, например, а с осуществлением агрессивной войны с элементами геноцида, то нейтральности нет. Есть просто безучастность. И вот те страны, которые безучастны, Россия им пытается продемонстрировать, что нет. Россия все еще имеет силу, имеет субъектность. И, в общем, она может действовать вот так вот нагло и, казалось бы, непозволительно, как эти страны не могут действовать. Этот образ оси пытается сконвертировать другим недемократическим странам, которые сидят из, особенно их лидеры авторитарные, сидят с влажными ладонями, наблюдают за тем, что делает Путин. Ведь они хотели бы так же. Ну, прекрасно понимают, что если Россия сейчас просчитала в собственных силах и недооценила мир, и крайне переоценила себя, то этим странам и близко не светит даже какое-то подобное действие. Но России важно же демонстрировать, что они альфа-самец из недемократического лагеря стран, и, соответственно, они еще имеют это влияние. Все это происходит на фоне того, что Китай все больше превращает Россию в объект, а не субъект международной политики, в свой геополитический актив, которым Китай торгуется с другими, которому Китай будет набивать цен, либо понижать эту цену, будет обменивать и конвертировать. Поэтому Россия пытается вот такими действиями показать, что нет, они еще могут. Как всегда, действует с отрицательной суммой. Я не могу вспомнить уже давно какого-либо разумного шага со стороны России, который проходил бы по линии вин-лусы для оппонентов России. Когда Россия делает какой-то шаг, от которого она выигрывает несоразмерно много, нежели противники. Теряют либо выиграют. Все шаги России сейчас происходят с отрицательной суммой, когда Россия делает что-то, от чего якобы выиграют. Но теряет она не меньше, а порой даже больше. То есть это достаточно глупые детские шаги, эмоциональные, которые с точки зрения, скажем, рационального подхода, они вообще выглядят абсолютно глупыми и неприемлемыми. То есть сейчас с этими самолетами Россия реально для себя ситуацию не улучшила. Она реально ее ухудшила. Но, конечно, с надутыми щеками сейчас можно сказать, смотрите, как мы можем. Ну и что, собственно. Да, вы абсолютно правы, когда подчеркиваете, что они это используют и для внутреннего потребления, потому что я уже успела посмотреть свежий выпуск Соловьева, где он рассказывает о том, как они будут дальше бомбить Америку. И ядерный пепел, и все это упоминается. И, конечно же, уничтожение неуправляемого беспилотника добавляет им некого мужества. А мы всегда говорим, что проблема только в том, что не знали россияне и не знали пропагандисты, что сломаются в украинском городе Бахмут. Но, тем не менее, они по-прежнему рассказывают о том, как они способны поставить на колени и Соединенные Штаты Америки. Редактор субтитров А.Семкин